Если ты занимаешься на турниках и брусьях и не знаешь, где приобрести качественный и доступный по цене инвентарь, то тебе просто необходимо посетить магазин Workout, перчатки для тренировок, всевозможные утяжелители, гимнастические кольца и многое другое. Кстати, я закупаюсь именно там. Ссылка на сайт в описании к видео. Всем привет, друзья! Сегодня мы вам покажем, как научиться подтягиваться. Настя не умеет совсем подтягиваться, мы будем на ней показывать, как это сделать. То есть, несколько упражнений покажем, которые будут подводящими упражнениями, для того, чтобы вы смогли нормально потом без помощи подтягиваться. Поехали! Итак, если вы не можете подтянуться ни разу, как Настя, она вот сейчас может пытаться, может не пытаться, у нее все равно не выйдет. Можете попросить друга подержать ногу, одну или две. Вот, а человек уже сам будет делать. О, да. Еще есть такая тема, как негативные подтягивания. Вы подпрыгиваете наверх к турнику и стараетесь себя максимально удержать сверху. Если у вас это получается, это великолепно. Потом вы начнете медленно опускаться вниз, а вы должны держать себя как можно дольше. Сейчас Настя попробует это сделать. Это упражнение делает так, что ваши мышцы укрепляются тоже. Статические упражнения тоже укрепляют мышцы, если вы не знали. И это очень хорошее упражнение для того, чтобы их подготовить к той нагрузке, да, когда вы будете уже тянуть себя. Это вполне хорошее упражнение, и нужно делать где-то 5 подходов, ну, на максимум, сколько у вас получится. Можете делать перерывы довольно большие, потому что новичкам сложно будет. Делайте перерывы там по минуте, по полторы между этого. Но вы должны на каждой тренировке делать вот такую тему. И у вас тогда будет успех. Если у вас нет партнера, который вам будет помогать, вот, поддерживать вас, подталкивать, либо что-то еще, то вы сможете делать это сами, если подставите какое-то там корыто под ноги, камни, я не знаю. Я просто нашел маленький короткий турник и смогу показать вам, как сделать это от земли. Если у вас он тоже есть, то можно. Смотрите, вы повисаете, то есть, если так, то я могу вот так подтягиваться, да, а если вы не можете подтянуться, то вы должны немножечко помогать себе ногами. То есть, толкаете себя ногой, тем самым забирая часть нагрузки со своего тела. Часть веса, точнее. То есть, оп, и тянете себя. Итак, друзья, самое важное, если вы хотите научиться подтягиваться либо на спину, либо на бицепс, вам нужно сначала подкачать их, да, перед этим, перед всем, перед всеми упражнениями, которые вы будете делать, вам нужно их подкачать. Если вы хотите подтягиваться обратным хватом, то вы должны делать упражнения на бицепс, с гантелями, со штангой и так далее. Берите, занимайтесь дома, потом выходите на турники. Если вы хотите делать на широчайшем мышце, на спину, то вы должны делать, то есть, какую-нибудь тягу штанги в наклоне, можете делать становую тягу дома, можете с гантелями и так далее. Вы должны укрепить свои мышцы, чтобы они подготовились к нагрузкам. Итак, также есть упражнение, называется австралийские подтягивания. Вы находите любой низкий турник и стараетесь подтянуть себя, грудь к турнику. Чем дальше у вас стоят ноги, то есть, чем меньше угол, тем будет сложнее. Ребята, еще одно хорошее упражнение, подводящее, которое для ваших широчайших мышц, это подтягивание с помощью ног на брусьях. Смотрите, как это выглядит. Вы должны помогать ногами подтягиваться, тем самым снимая часть какую-то веса. И последнее. Вы можете использовать тренировочную резину. Это такие штуки, которые приматываются к турнику, надеваются на ваши ноги и помогают вам с легкостью практически подтягиваться. Это хороший такой тренажер, который поможет вам научиться подтягиваться. Вот, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok